Всеобщая диспансеризация Многим из них удалось обнаружить серьезные заболевания на первых стадиях и вовремя начать лечение. Благодаря диспансеризации в прошлом году удалось обнаружить новообразование у 137 наших земляков. Причем 31 человек узнали о своем диагнозе впервые. Но лидеры в списке заболеваний, конечно же, болезни системы кровообращения. Они были обнаружены у более чем 6 тысяч человек. Для того, чтобы не пропустить начало опасной болезни и вовремя принять меры, медики советуют обязательно найти время для диспансеризации, которую следует проходить один раз в три года. В 2019 году в ней могут принять участие те, чей возраст кратен трем. По субботам ежемесячно проходят единые дни диспансеризации, когда человек может прийти в любое время с 8 до 13 натощах. И мы в полном объеме возьмем у него и анализы, и обследования, которые входят в скрининговый метод диспансеризации. Активнее всего приходят на диспансеризацию люди среднего и преклонного возраста. И это правильно считают медики, ведь с годами риск развития таких серьезных заболеваний, как рак, гипертония и сахарный диабет, существенно возрастает. Я уже, наверное, раз в третий или четвертый, поэтому тут, я думаю, эта идея вообще нормальная. Может быть, на ранних стадиях что-нибудь там и вылечат. Мы же как идем-то, когда уже прихватят. А так вроде бы... Мне нравится эта идея. И быстро, кстати, без всяких очередей. Ну, каждый год, да. Каждый год? Почему вы считаете, что это важно? Ну, чтобы знать, наверное, свои заболевания. В этом году первый единый день диспансеризации приходится на 16 февраля. Пройти обследование можно как в Видновской поликлинике, так и в семи амбулаториях Ленинского района. При себе необходимо иметь полис и паспорт. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Видное ТВ.